Добрый день, дорогие друзья. Сегодня тема Украина, и это не просто украинский конфликт, а еще и тема политзаключенных. У нас сегодня в студии руководитель Союза политрепрессированных и политзаключенных Украины Лариса Веленовна Шеслер. Здравствуйте, Лариса Веленовна. Здравствуйте. Союз называется Союз политиммигрантов и политзаключенных Украины. Спасибо, спасибо, что поправили. Но вот звучит, даже не катастрофично, это звучит кощунственно. Политзаключенные, политрепрессированные. В 21 век братская страна, братский народ. Что сейчас происходит на Украине? Ну, надо сказать, что наш союз организовался в 2015 году, и вот именно с 2014 года на Украине начались вот такие политрепрессии, которые вызвали очень большое количество политзаключенных на Украине. Ну, очень известный, широко известный факт о тайных тюрьмах СБУ, которые освещали и в Комитете по правам человека в ООН, и в Европарламенте, и в ОБСЕ. И благодаря работе правозащитников украинских и российских все же эти тюрьмы были закрыты, там заключенных оттуда перевели тех, кто остался в живых. А после февраля 22 года, безусловно, масштаб политических репрессий не просто вырос, он просто многократно. О каких цифрах идет речь? Ну, на Украине сегодня около 70 тысяч уголовных дел заведено по политическим статьям. Что это за статьи? Это включает сюда статьи по военным преступлениям, то есть туда же входят дезертиры, там самовольно оставившиеся часть, и политические. Это покушение на территориальную целостность, коллаборационизм, сотрудничество с Российской Федерацией, отрицание российской агрессии, ну и там уже остальные там изминародины. То есть все это раскрывчато так, да? Это вот все уголовные статьи, которые подпадают под определения политические. И именно по этим статьям очень много осуждает людей. И нужно сказать, что если до 22-го года часть политических шла по уголовным каким-то статьям, ну им там подбрасывали, например, патроны или наркотики, и они уже становились уголовниками, то сейчас СБУ и прокуратура украинская, ее сотрудники, они отрабатывают, что называется, свой хлеб. Они хотят показать свою полезность, чтобы их не забрали там в окопы, и из-за этого они очень много фабрикуют дел, и очень много дел просто сфальсифицировано совершенно на пустых таких бездоказательных моментах. Это правда, что вот человека могут посадить за то, что сосед настучал, что он смотрел российское телевидение, слушал российское радио, например? Как повод, это, конечно, может быть, и вот такой донос соседа. Но СБУ понимает, что выйти с этим, например, в суд очень трудно, и они приходят к человеку, например, с обыском, и там уже фантазия СБУшников самая такая непредсказуемая. Ну, естественно, они подбрасывают, например, какую-нибудь георгиевскую ленточку, значок там какой-нибудь с серпом и молтом, это все запрещено. Даже дома, это же частная территория. Да, даже дома и даже на частной территории. Ну, и какую-нибудь листовку могут подбросить там из ДНР, там с аббревиатурой ДНР и так далее. И тогда уже человек там, естественно, становится преступником. Но все же главный масштаб затрагивает вот не таких людей, которые по наветам соседей становятся преступниками. Очень много людей, которые попали в тюрьмы из-за того, что они находились на территориях, которые в 22-м году контролировала Россия. Это Харьковская и Херсонская области. И там они выполняли свои задачи, свои функции, поддерживая жизнедеятельность региона. Есть случаи, когда была осуждена на 10 лет заведующая детским садом за то, что детский сад работал в то время, когда эту территорию контролировала Россия. 10 лет? 10 лет. А что она должна была сделать? Коллаборационизм. Это вот сотрудничество с Российской Федерацией. И это уже является тяжелейшим преступлением. Но они считают, что вообще нужно не работать ни в коем случае. Или, например, в Изюме была осуждена, по-моему, на 8 лет заведующая почтовым отделением. Потому что почтовое отделение распределяло и распространяло российские издания, российские нарративы, тоже завпочтовым отделением получило, по-моему, 8 лет. Были осуждены работники МЧС, пожарные. То есть люди, которые, в общем, осуществляли свои функции. Вот сейчас, например, судят сотрудников водоканала в Херсонской области, что они должны были делать? Бросить работы, лишить людей доступа к воде. То есть вот такое... То есть все это интерпретируется как враждебная деятельность против Украины? Да, это интерпретируется как коллаборационизм. Это сотрудничество с Российской Федерацией. Очень много по этой статье пошло. Преподавателей в школах, которые... Ну, мы помним, что в Херсонской и Харьковской областях в августе месяце еще привозили учебники. Учебники российские распределяли по школам. И вот директора школ пошли по статье за то, что они принимали эти учебники. Они кого-то направляли, например, на курсы повышения квалификации. Например, из Харьковской области в Курскую или Белгородскую. Это уже преступление. И за это люди получают срок. То есть, на самом деле, подавляющее большинство этих людей, которые оказались в тюрьмах, они вообще не преступники по всем стандартам, по всем международным принципам. Это люди, которые обеспечивали жизнедеятельность региона. Нужно сказать, что сегодня по оценкам экспертов, мы, конечно, точно не можем сказать, но по оценкам экспертов, от 10 до 15 тысяч политзаключенных находятся в тюрьмах Украины. А подсчет не ведется? Или эта статистика скрывается? Эта статистика скрывается. Просто можно, в общем, посмотреть количество уголовных дел. И некоторые всплывают, например, факты. Например, в отчете ООН по правам человека было сказано недавно, что на Украине возбуждено 9129 уголовных дел по статье коллаборационизма. Вы можете себе представить, это огромное число. А оправдательные есть? Значит, за все время по этой статье было два оправдательных приговора. На это количество? Да, на это количество. Два оправдательных приговора. Откупились? Нет, ну, по всей вероятности, там действительно люди вообще были не виноваты. Просто действительно какой-то сосед там настучал, они предъявили. Они, те люди, которых оправдали, они действительно, ну, могли предъявить там как доказательство того, что они верноподданные украинцы, что у них, например, там сын ВСО, она сама выходила там с протестом против России и так далее. И вот в таком случае там их каким-то образом там освобождают от ответственности. А в целом, конечно, подавляющее большинство, ну, просто ужасающее большинство. Для чего нужна эта действующая власть? Ну, там несколько целей. Одна из целей – это запугать тех людей, которые живут на Украине, чтобы вообще просто заткнуть рот любой оппозиции. Но все же я вижу главной целью то, что они хотят на тех территориях, которые сейчас новые, присоединенные к России, создать обстановку страха, что, не дай бог, вы будете работать в российских школах, в российских поликлиниках. А мы скоро вернемся. А мы вернемся, и тогда вы все будете преступниками. И на самом деле это определенное значение влияние имеет, потому что, ну, у меня много друзей и товарищей, работают на освобожденных территориях. Конечно, в ДНР и ЛНР это никого абсолютно не убеждает, это никого не запугивает. А вот в Херсонской области, да, очень многие люди боятся работать с российскими органами власти, с российскими муниципалитетами, потому что они боятся, что в глазах украинской власти они станут преступниками.